Сегодня вместе с вами мы будем рисовать животных из аниме. Приятного просмотра! И не забудьте оставить комментарий под этим видео, потому что через неделю мы выберем победителя. Это может быть ваше впечатление или инсайт. Конечно, чаще всего мы рисуем популярные и уже отработанные дизайны, но бывает такое, что ребенок просит что-то интересное, чего мы не знаем. Поэтому первым шагом мы обращаемся к интернету. Когда дизайн сложный и новый, лучше всего выбрать самую простую картинку для первой отрисовки. При выборе картинки мы можем нарисовать животное не в полный рост, а, например, сделать только его мордочку. Так на потоке времени займет намного меньше. Если рисуем животное в полный рост, то у многих из них есть хвостики. И с помощью хвоста мы сможем закрыть лапки, чтобы быстрее их нарисовать. Когда мы выбрали картинку, первым делом мы смотрим на нее и выбираем цвета, которые будем использовать. Нам нужно минимальное количество цветов. Тут я возьму серый, розовый, желтый. И для контура это будет черный и белый для бликов. С этой картинки я буду рисовать именно мордочку у кошки, поэтому я отсекаю все ненужное. Также, если мы говорим про поток, то, конечно, нарисовать такие мультяшные глазки будет достаточно долго. Поэтому мы с вами прибегнем к другому способу. В аниме используется очень много разных мультяшных мордочек. Два примера я добавила в видео, и как раз сейчас мы схематично попробуем их изобразить. И поэтапно сначала мы все делаем черным, потом белым и добавляем немножко розового. Когда будем рисовать эквагримом, нужно делать так же, потому что если мы по несколько раз будем менять кисточку с цветом, то рисунок у нас займет больше времени. И, конечно же, после рисования мордочки мы возьмем белую краску и добавим бликов для объема нашему рисунку. И вот небольшая схема, с помощью которой мы сможем быстро нарисовать мордочку нашему герою. Она может быть и милой, и злой, и доброй, и веселой. И также все выполняется только черной краской. И переходим к этапу рисования самой кошечки. Сначала мы делаем основу. Это можно делать либо с помощью скошенной кисти из плиткейка, с помощью обычной кисточки или с помощью губки. Я очень люблю способ нанесения губкой, потому что так тоже можно смешать несколько цветов и сразу сделать основу. Пусть она будет не совсем ровной, но с помощью контура мы ее подровняем. После основы я перешла к деталям. Сначала сделала розовые ушки, а потом желтую луну и желтый бубенчик. Затем черным начала делать контур усики, носик и глазки. Глазки я сделала не такие большие раскрытые, как у изначальной картинки, а более быстрый мультяшный вариант. И в конце нужно добавить бликов. И также нашу маску можно украсить белым контуром, цветочками, радугой. Тут уже на вашу фантазию и в зависимости, есть у вас время или нет. На эту кошечку при условии съемки видео у меня ушло 6,5 минут. Я уверена, что со второго раза у меня бы ушло не больше пяти, а то и меньше. И теперь рассмотрим с вами еще несколько рисунков на поток. Сейчас возьмем девятихвостого лиса из аниме Наруто. Как раз у лиса с помощью хвоста мы сможем закрыть лапки, чтобы не рисовать их. Потому что если обратить внимание на картинку, то они достаточно сложные и детальные. И первым делом с помощью сплиткейка я рисую хвосты. Затем перехожу к голове нашего лиса и рисую ему тело и одну лапу. Поправляю начало у хвостов. И с помощью черной краски начинаю рисовать глаз, ухо, нос и рот. И продолжаю делать контур. С правой стороны видео вы пока что можете посмотреть, какие цвета будут основные в этом рисунке. И также сейчас я там буду показывать, как можно загородить лапы у нашего лиса. Когда видите картинку, пытайтесь сразу представить, как ее можно изменить и упростить. С помощью хвоста, изменив мордочку, где-то урезав детали. А сейчас добавляю немножко светло-желтым светом блики, шерстку и рисую зубы с когтями. Сейчас, отрисовав этого лиса один раз, я уже понимаю, какие ошибки допустила и как бы исправила свою работу. Сейчас я взяла бы сплиткейк более светлый, не доходя до красного. И также сделала бы мордочку немножко поменьше. Тогда бы схожесть с изначальной картинкой была бы больше. Но все познается на практике. Нарисовав рисунок уже хотя бы один раз, ты сразу видишь моменты и ошибки, которые можно будет исправить в будущем. Следующим нашим животным, которого мы нарисуем, станет Тотора. Из мультика «Мой сосед Тотора». В этот раз я буду использовать кисточку для создания основы. Сначала я беру светло-желтый, а потом серый цвет. Желтым рисую пузико, а серым уже основное тело. С помощью черного рисую треугольнички на животе. И дальше продолжаю рисовать усики, носик и делаю контур. Листая картинки, я вам видела маленьких круглых существ возле Тотора, которых я решила добавить в свой дизайн. Но также на потоке, конечно, можно обойтись и без них. Доделываю контур и как раз-таки прихожу к ним. Сначала просто заполняю черненьким кругляшок, делаю его достаточно неровным. И потом с помощью белого уже продолжаю рисовать глаза и самому герою, и этим маленьким существам. И также добавляем блики нашему рисунку. В данном дизайне я заменила темно-зеленый цвет на изначальной картинке на серый, чтобы быстрее нарисовать данную работу. Так как намешать такой оттенок может быть достаточно сложным. И на смешение такого цвета потребуется дополнительное время. В этом дизайне я решила сделать глазки как на изначальной картинке. И с помощью неонового-оранжевого дополняю наш рисунок. И, конечно, в конце можно добавить блесток по желанию. А сейчас нарисуем покемона Иви. Для его создания также с помощью губки я сделала основу. Она достаточно небрежна, но контуром мы все исправим. Сначала я нанесла более темный оранжево-желтый цвет, а потом с помощью белого добавила его на губку. И сделала уже, скажем так, воротничок и кончик хвостика. Взяла коричневый цвет, прорисовала ушки, и им же решила сделать контур у нашего зверька. Чтобы не утяжелить дизайн. Прорисовала голову, и теперь перехожу к лапкам и хвосту. Если бы я рисовала этот дизайн на потоке, я бы нарисовала только мордочку, чтобы сэкономить время. Но, возможно, я сделала бы похожие глаза, потому что, если обратить внимание, они достаточно простые. Там только черный цвет и белые блики. Так что по времени вполне можно было уложиться. Теперь как раз я рисую мордочку поочередно. Сначала черным добавляю розовенького, и белым уже довожу все до идеала. Делаю блики, контур, и заканчиваю свою работу. В этом дизайне даже небольшой узорчик я тоже решила сделать беленьким, чтобы сэкономить время. Спасибо большое за просмотр, и до новых встреч!